и всем привет с вами диджей котик и это игра про бранты продолжения прошлой части чуть-чуть надоело читать и остальную часть там вот так прошла здесь посмотрим как пойдет может тоже буду молчать продолжить одну иначе кстати третью году и закончили до юности вкусный чай отъезд из дома щелчок по вводе экипаж медленно покачиваясь отъезжает от дома и высовываешься из окна машешь на прощение родным отъезжаешь от дома на этом бежит за каретой вместе с братишкой томаса обоих на глазах слеза покидать дом нелегко это мне стали теперь ты много читал слышал этот царь и степана этот город какой он на самом деле больше они зоти в несколько раз древние богаче при себе какая жизнь ждете там чему ты будешь учиться и куда тебя приведут твои поступки вы именуете старые стены они зоти где-то там осталась ваша с томасом крепость и старых досок теперь она принадлежит вашим младшим братьям вы выросли может крепость развалиться без должного ухода а может младший достойно продолжит ваши дела кто знает ты опускаешь взгляд на свои руки костяшки сбиты от уличных проделок пальцы в еле с чернила грудь и крест который матушка дала тебе в дорогу семья рассчитывает на тебе каждый из разных видит твой путь по-своему но они остаются позади в анизотте теперь то такой дорогой дорога ты пойдешь зависит только от тебя ты готовишься к этой поиске с самого детства впереди годы юности в столице которые определят всю твою судьбу и место в обществе жизненные пути один из которых ты сможешь избрать в этой главе путь безудельного ты остаешься в низком сословии и начинаешь искать свой собственный путь в мире путь священий ты поступаешь на учебу семинарию дойдет нечего чтобы стать священником и перейти в сословие духовенства ты поступаешь на учебу в имперский университет чтобы стать судьей дуэрнином мантии как твой отец и дед и померить туда можно твоя земная жизнь окончена ты всегда покидаешь мир и отправляешься на суд беземцов о тут либо истинная смерть либо смерти не фига себе остаться просто льдина о еще ты не допускаешь расправить над загадочной певичкой тебе не удается сохранить общество безудельных она разгромлена властями безудельный ты спасаешь общество безудельных оно продолжит действовать в столице ты стяжешь себя нерешимыми узами дружу без полоса ман всего хватает ну поехали чё у меня котик овёт путешествие из анизоти ветра длится месяц вы стол с отцами днями болтаете рассматриваете проплывающие мимо пейзажа пустоши степи вашей родной маговой сменяются величественными горами провинции элирия и тракт пролетает через торговые поселки фабрики промоса в одной из ночевок на постоянном дворе вы кратко от слуги кучера выпиваете бутылку крепкой у них и не гость уже венок так кстати чуть лифте посмотреть 16 лет я уже венок лечу нифига себе так так ну вот она карта вот мы с вами затем пошли в этот да через элирию дохода гачи за гиби понятно понятно ладно пошли дальше взрослая жизнь пьянит Томас скоро уже скоро приводим как только поступлю в военную академию быстрее всех заслужу шпагу вот увидишь больше никто не поспеет меня принижать как обычного простолюдина ты же раз за разом повторяешь про себя школьные уроки долгий путь подходит к концу и вот после каменистых пустырь и магры гор элири и заливных лугов аркнии вы выезжаете в столицу в этом город раскинулся у морского залива в месте слияния рек реглаты и таллирины на трех берегах соединенных между собой величественными каменными мостами главные улицы вымочены гладким камнем стены домов покрывает золоченая лепнина в небо выстаются огромные колонны ваша карета проезжает мимо парка с мраморными фонтанами и подстриженными причудливым образом кустами мимо проезжают роскошные экипажи с гербами аркнийских родов улицы переполнены палатками торговцев вызывающие построительные диковинные товары над крышами домов разрушаются шпили старинных храмов карета останавливается на большей площади с огромным мраморным фонтаном кучер сообщает что вы на месте казарма военной академии куда собирается поступать томас находится через две улицы гостиница в которой тебе уже заказано комнату в соседнем переулке вы с томасом выходите из экипажа наскоро прощаетесь и обещаете другу встретиться после уступительных экзаменов друг исчезает в оживленных улицах столицы ты остаешься один в огромном городе проходит несколько говорят в чудных обрезающих нарядах расширены камнями золотыми нитями они не доставят тебя даже взглядом стайка грязных детей гонит собаку по переулку по площади под звуки торжественного марша к казармам движется часть имперского региона паломники в невзрачных хламидах стягивается к великому храму близнецов откуда-то несутся звуки музыки звучат фонтаны сквозь запах свежего хлеба слабо различается вонь помойных стоков быстро заселишься в гостиницу ты сразу же отправляешься на прогулку на столицу опускается вечер вовсюду зажигаются огни из петельных заведений доносит веселая плясовая музыка улица заполняет крытые экипажи дворя и прогуливающиеся пары тихие голоса и смех доносится из полумрака городских парков ты найди с этим большими и незнакомым городом ты оглядываешься по сторонам и ищешь как провести свой первый вечер в столице у фонтана собралась компания благородных молодых людей они о чем-то оживленно говорят и шутят один из них то и дело бросает взгляд на башенные часы юноши немногим старше тебя их одежда пошита из дорогого сутна двое из них при шпагах молодые дворяне ждут начала какого-то события знакомство с ними может пригодиться чтобы завести первые связи с принятием дворянами столицы 5 и кайшу музыки и пошел заведение за углом прислуга открылась там не чтобы пустить помещение вечернюю прохладу внутри готовится какое-то собрание люди разного звания приветствуют друг друга и занимают места в зале слуга ухода откликает тебя он говорит что выступление господина гетто аркрайта о правах простого сословия скоро начнется стоит поспешить если ты не хочешь опоздать к началу ты переводишь взгляд на великий храм близнецов повышаясь в конце улицы прямо над ним темнеющим небе сверкает полоса сияющих столб ворота храма открыты и к ним стягивается огромное число прихожан слишком много для обычной вечерней службы о чем проповедуют священники в столице знают ли они о новой вере и словах патриарха фомы что думают о его учении твое размышление проживает смех молодой компанией и идущей мимо по мостовой юноши в каптанах с эмблемой имперского университета в сопровождении миловидных девушек одна здесь же кокетка улыбается тебе приглашает присоединиться компания сворачивает на одну из узких улочек и пропадает изведу но ты все еще слышишь их звонки голоса посадить ли вечер разговоры висели в шумной компании это тот первый вечер ветерина он должен запомниться надолго пойти погулять кайфануть познакомиться с многими дворянами пойти на выступление аркрайта пойти великий храм близнецов когда ты будешь копаться короче это веселье а это связь отношения с дворянской компанией это ты догоняешь студентов пойти на выступление аркрайта пойти великий храм близнецов ну ты блин чё-чё-чё как сделать это блять серьезно вот даже блять ничего не дает и покажи что чё-то получу пошли гулять и серия заразительно ты вливаешься в толпу студентов они всего на один два года старше тебя круговорот из людей вот ты уже в каком-то кабаке за огромным столом знакомства со всеми подряд столько людей что ты даже не стараешься запомнить имена вино льется рекою вот это я понимаю в кабаке играет задорная музыка девица чуть старше тебя в рубашке расстегнуты на одну пуговицу больше чем нужно грубовато вытаскивать тебя танцевать от девицы пахнет вино и мёдом ты подражаешь движением девицы обхватываешь ее талию рука сама собой соскальзывает ниже девица вдруг отстраняется и смотрите в глаза затем целует ты здрагиваешь от неожиданности не отвечаешь выжимая к себе мягкое податливое тело ты без устану танцуешь и завязываешься к столу чтобы отдышаться это лишь жажду девица обнимать тебя и гриво смеется и разливает вино по вашу стакан тебя охватывает легкость и беззаботное счастье ты не помнишь как вернулся в гостиницу на утро многие головы гуляют ты трудно вспоминаешь и на своих новых знакомых сего и сидим ты решаешь провести в костеле и прибыл в эту ровную грязную столицу блажение арт-минской империи после других пройденных за книгами ты уходишь прогуляться улицы этраны как всегда бурлят жизнью ты выходишь в почву не подвигают на 7 мимо тебя 6 процессе священников глаза бросается что один из них несет государств белым новой веры раскрыты книги под такие знамени внутри глазах уступать портрет фома перед смертью выступал выступал вокруг священников тут же собирается толпа может и взглядов обращены настоящего поставить и корм они всегда вас и мужчина с яркими зелеными глазами ты узнаешь покойного патриарха рядом с их он и стоит коленастый мужчина с густой бородой на плечах белая золотом накидка на которые выкнут герб столичных земель этого как патриарх арт-минь он обводит сображься толпу суровым взглядом я обращаюсь ко всем живущим под синий сияющий столб сегодня год как нас покинул старник новой веры фома патриарх провинции мадро патриарх фома стал первым кто увидел в книгах и зайца лишь слова человека но не семи близнецов он стал первым кто повелел людям не следует уделам бездумно а искать путь бога к богам в себе искать ответ в житиях резнецов и своем сердце и словах священников благодаря патриарху фома мы прозрели благодаря его смерти мы поняли что его учения не ели с этого правду что было как-то заложено учение и зайца и вот благая весть силами патриарха и юния диаманта наш учитель будет причислен к лику святых сам юний диамант патриарх провинции осени аркан с древнего рода тоже принял новую веру и это дает вам надежду что скоро вся империя увидит истинность наше учение мы свободы от удельных оков мы равны перед близнецами с каждым днем все больше тех кто прислушаться к истинным словам однажды восстанет день когда у нас услышать себя империя возьмем же молитву братья стоящие вокруг тебя складывать руки в молитвенно жести благодаря близнецов но не зовут дел как обычно за право сами выбирать путь проповедь вдохновляет твои губы сами собой чуть восхваляющие богов молитву сердце будто бьется в так словам патриарха руки на память тебе приходит и увиденное год назад убийство патриарха фомы значит теперь его учение разделяет и другие патриархи новости аюни и диаманты поражать если а то представитель великого рода вторить словам фомы готов признать равенство всех перед близнецами значит новое учение укореняется тут на возвращении появляются люди в черных балахонах серебром на боку инквизиторы они сталкивают собравшись и образуют вокруг потряхал руки кольцо и от выходит обритый нагло освещение высоких удача с острыми чертами лица при виде носом собравшись мгновенно стихает инквизитор начинает говорить его кому голос доносится докатал именем близнецов я полномоченный инквизитор отец улик приказывал разойтись эти речи полны лжи подряху к отравляет ваши сердца и умы инквизитор не может допустить распространение гересик еще воля близнецов может определять истинный путь человека немедленно идите по домам большинство собравшись сразу покидает площадь мало кто хочет связываться с инквизиции но часть судьи остаются слышать гневные выкрики мы хотим слушать луку этот патриарх акне и он не закончил речь прочь проповеди проклятые староверы мы не будем слушать вас вы только связывайте вас апостолевшими уделами инквизиторы наставьте на удел те кто будет способен услышать наши слова остальных оставшись защитником вверх инквизиторе черных рядцев спускается к оставшимся на площади людям одним лишь словами не пресекает недовольные выкрики заставляет собраться слушать себя недовольство быстро угасает и вот уже толпа разделена на островки собравшись вокруг каждого из инквизиторов один из них подходит и тебе инквизитор скромного вида пожилой человек с грубо остриженными волосами смотрит тебе прямо в глаза его живой проникновенный голос поневоле заставляет тебя прислушаться мое имя отец еремия я знаю твой он смущен словами патриарха и ты не знаешь кому доверять но я преподаватель духовных семинарий и всю жизнь изучаю учения близнецов ты можешь довериться мне я живу в твоих глазах и свет свет истинно верит и способный внимать моим словам позвольно ставить тебя седьмой инквизитор еремея ждет ответа с надеждой без глоба ведь его удел поможет спасти тебя от ошибок поставить ему известно истинно ведь он священник и все же ошибается сам инквизитор там нахрен его наставление сдались а да ты пытаешься убедить инквизитора права тяну и противостоять ты не даешь командовать собой отдавать приказы не уйдет священников во а ты принимаешь строгую позу смеяешь отца ереме взглядом бросаешь его инквизиторы не могут приказывать собравшись а это не их удел и никто кроме дворянина неправильно ли тебе что-либо делать вокруг вас повисает тишина другие постели не смотрят на тебя с ужасом ты посмел перечить инквизитору однако на лице самого отца еремея не появляется ожидаемого гнева сын мой в твоих словах есть доля правды я инквизитор священник и воли близнецов я не могу приказывать тебе вот на инквизиции не бросают тему каждого кого только подозревает в ересе наша задача защитить душ наставление и спасение мы идем по следу опасных учений стараемся вернуть на пыль каждого кого встречаем аресты и казни последние средства когда грешника уже нельзя спасти видишь я лишь говорю с тобой не принимаю не применяю силу не приказываю но если потребуется я призыву напомню заседников веры дворян всей власти приказывать и карать тех кто не подчиняется церкви но пока ты не призываешь судья не верят и безопасности а я как ты верно заметил не праве приказывать тебе принимать мое наставление так что что-то и воли не идти ну не жди прощения после смерти его не будет инквизитор с горькой лыбкой идет дальше ты с достоинства покидаешь площадь никто не препятствует тебе между инквизиторами оставшиеся сторонники и патриарха продолжаются споры но отряд вооруженных защитников веры держится в стороне от сам лука и его свита давно исчезли из вида и только слова эремии о том что за ошибку не будет прощения по смерти не дают покоя год 1134 осень поступ новой веры после проповеди патриарха луки многие простудине дворяйной мальте обращаются в новую веру нескольких храмах это благословение руки ведутся службы на новый лад сторонники старой веры в ярость от этого во главе новой веры стоят два влиятельных церковных иерархов первый сам лука лука патриарх армии духовный наставник столичной провинции он устраивает проповеди по всем землям армии с каждой проповедью падство новой веры увеличивается вторая фигура во главе новой веры патриарх июнь диаман фактически не обожаемый житель и правитель провинции остине заново основавший орден святых воителей аркан из великого рода юный диаман то редко выступает проповеди но люди верят что христианский патриарх заботится о благе каждого тот перешел новую веру раскол церкви усиливается это подогревает розе между дворянами и простудина хотя до столкновений пока не доходит но после этого учения начавшийся со смерти патриарха фома уже не остановить новая вера что растет и крепнет следующие несколько недель ты посвящаешь только упорной подготовки к экзамену имперский университет утомление накапливается каждым днем так что одним вечером ты просто засыпаешь за книга очнувшись и решив что давно пора проветрить голову ты наконец уходишь из комнаты на улицу это изумительно ты неспешно прогуришься по роскошным улицам город также прекрасен вечернее время полоса сияющий столб разрезает темное ночное небо слуги зажигают фонари на фасадах домов на столицу пускать всю ночь возвращаясь к ним возвращаться к книгам не хочется отыскать молодых людей с которым успел свести знакомство как и ты это дети дворян маленьких которых отправили поступать в университет чтобы и они заслужили дворянцы на имперской службе ты обнаружишь своих новых друзей за поздним ужином в заведении по соседству они бурно обсуждают планы на вечер одни со стороны говорят о дуэльном клубе в котором можно убить бит у самых отчаянных брейтеров во всей империи ты ни разу не видят и сражаются два настоящих брейтера должно быть это куда более захватывающе чем тренировки отца или та кровавая стычка с просто людьми в руинах анизотти а при случае там можно и завести полезные запросы с родовым дворянством столицы другие уж вдохновенно зазывают всех некий тайный салон сегодня там ожидаются гости которая по их словам прольет свет на истинное состояние дега империи на расспросы о том что это за место и позадачивая гости ответ у юноши один нам запрещено говорить об этом вместе с тем клубом но если ты не боишься узнать опасную правду они готовы привести тебя туда третий же пьющий очередной боковой вина на голодных жив заявляют что драки на шпах и разговоры политики чушь идти сегодня нужно в океанское общество там собираются люди простого с условием но особо взглядами на мир взгляды эти между прочим предполагают нас наслаждение для каждого кем бы он не родился угощение хороших были утихи плоти есть преступление может и так участие друзей полная решимость отправиться к этим странам океана компания разделяет чтобы направиться в три совершенно разных местах одно подкупает возможность увидеть лучших и товарищи по столице второе интригует свои то есть и все опасностью 3 обещать знакомство с людьми дерзко отрицающими свой дел это обществу тайны салон скрывается в одном из переулков недалеко от великого храма близнецов не приметом девяном доме на входе у вас персона глядывает пара крепких неразговорчивых людей в капюшонах один из твоих друзей кивает им и вы попадаете внутрь внутрь и не хватает теснота перегородки между комнатой снесены чтобы помещать как можно больше людей у стены возвышения нечто вроде сцены на скамьях на скамьях где расселось множество людей простого сословия большинство выглядит небогато ремесленники мелкие торговцы студентами среди трупы еще заметные и состоятельные люди ухоженные и одеты по последней моде на стене появляется парень с непослушным вихром волос на голове по виду мелкий служащий он хлопает в ладоши привлекать всеобщее внимание добившись тишины он читает памфлеты облегчающие верховную имперскую власть и ее отсталость за ним несколько измазанных синей краской молодых людей разыгрывают и издевательскую сумку обычный день в семье темпистых все выступления часто дерзкие и оскорбительные сводят тому что империя погряза в прошлом веке и нуждается переменах и вот после очередного яростного обличия на цену уходит девушка при ее появлении толпа туже замолкает до самых истинных гостей ты разглядываешь ее сквозь толпу корок и стриженные темные волосы тонкий стан и знакомые глаза сияющие ярким светом Софья собратья каждый из вас кто пришел сюда сегодня в своем сердце знает как Софья была это же Софья девчушка из соседнего двора как займа вырастет в то время что вы не виделись что она здесь делает у меня справится закончить фразу как на сцене вдруг выпрыгает низкий человек в потертом кафтане он выхватывает сверкающую бляху и вопит никому не с места все в этом зале стоуны как пособники бунта против империи дом врывается в детский зондуар вымелькает шпаги арбалеты замешательство сменяется паникой крики и рев толпы разносятся по залу Софья куда-то исчезла со сцены призыв оставаться на местах тонут в паническом кулак гвалт кто-то вырывается из дружного дара кто-то наваливается на дверь и кто-то пытается выбраться через окна вокруг оглушающие крики в голове только одна мысль бежать скорее ты протисуешь ты к дальнему окну тебя хватает за руках ты не глядя вырываешь руку и продолжаешь крапка комзовый трещит оконная рама вылетает наружу ты варишь исследовал осколки стекла впиваются твои руки более ты почти не чувствуешь боль придет позже убежать ты делаешь большой круг по переулкам причем поворачиваешься висеть сердце не своего бьется в груди руки дрожат сник капает кровь от порезов ты гадаешь что случилось другими кого арестовали поднявшись в комнату ты падаешь на кровать и теперь безопасен и беспокойство не уходит что собрала сказать Софья как она оказалась в столице после того побега попалась ли она в ходе облавы от этих тебе получить нет ты забываешься нелегким сном код прошел 17 лет и сна слот законов для подготовки к экзамену отправился в главную библиотеку Этерны что рядом с университетом на улицах стоповтворение немного поколебаешься ты все же поддаешь себе вопрос и подходишь ближе к месту ты вскоре должен учиться твоих ушей достигают крики скоро сам великий канцлер произнесет здесь речь но общее имперском своде законов какой нельзя пропустить ты увенчиваясь от толпу находишь удобное место где все будет видно и слышно на ступени перед университетом стоит небольшая трибуна ряда с ней двоих гордецев аркнов при шпаках ты впервые лишь как чтобы акне несли караул из дверей университета выходит величавый аркнов сопровождение почетной стражи вот его корнелий темпест великий кассе империи ваш брат императора вельможа оглядывая собравшись на площади благоговейная тишина корнелий темпест одиннадцать столетий назад акне начали властвовать над миром провинции за провинцией присоединились в боже на арктийской империи из последних из них мага величие государства стала абсолютным когда близнецы почти наш мир своим переходом они отдали земной престол в правление роду темпестов вам благородней земли живучих было поручено воплотить на земле великий замысел богов бельяцы вели на свою волю они даровали свою любовь и они усмели над нами свой знаком посему наш преподок перед богами крепить и распространить земные законы ведь на них зиждается порядок свод законов не посягает на исконные права дворянства и духовенства на свой потолику прав получает ее просто единый бесправильная водорода ведет крови между сословиями а это влубительно для всей империи единые законы действующие во всех правильницах разрешат эти споры здравствует империя великий кассирь скидет обе руки вверх толпа взрывается восторожен в рионе слава кассирю корнелий слава защитнику народа корнелий тэпи с достоинством удаляется вся столица бурно обсуждает новый свод законов просто людей от нищих бродяков и заживших торговцев крикуют хоть и сохраняется не разница сословия только нет суды по всей империи будут обязаны признать что у простуденствия уже есть права на имущество и собственную жизнь но переломит весь свод законов древних традиций а спорит ли безраздельную власть дворя над другими сословиями покажет только время раннее утро в твою дверь стучат ты открываешься отрываешься от них за которым сидишь с рассвета что письмо из дома и с услуги ты открываешь дверь и застываешь а ты шо софья пришла здравствуй бранд здравствуй здравствуй перед того то я бывший соседа по двору как же софья изменилась и повзрослела за такое короткое время и постарела на эти голубые глаза ты узнаешь где и когда угодно жестом ты приглашаешь ее пройти внутрь ну типа давай заходи софья входит быстро оглядывает комнату и сидится в кресло ты сидишься напротив изучая взглядом старую знакомую смотришь на нее сидишь и грудь разглядеть не скромную девочку соседскую двора теперь сложный взгляд в офис то холодным и жестким она коротко обрезала волосы ну что она здесь делает позор тебе объяснить я уже давно в этом с тех самых пор как сбежал из анизотики только что узнала что ты тоже приехал в столицу учиться вот и я отыскала тебе ты спрашиваешь как софи узнала твою приезде где ты живешь но она лишь загадочно ржет как лошадь об этом позже не важно узнать как ты изменился пока мы не виделись я за это время стал другой совсем другой ты отводишь взгляд вспоминая вашу последнюю встречу от софи бежала от своего арктистского господина софи усмехается хочешь знать что со мной было дальше я путешествую через всю империю одна без гроша в кармане пока не добралась до столицу поближе к людям и событиям только здесь сердце империи можно что-то изменить здесь ушла друзей пошла тех кому могу назвать настоящей семьей тоже училась хоть и по-своему меня здесь есть мое дело я борюсь против несправедливости против уделов ради всех тех для того нашей жизни просто грязь на мостовой не боюсь тебе в этом сказать ведь я пришла к тебе именно ради дела мне нужна помощь я знаю тебя и верю что ты неравнодушен тем более что дело касается имперского университета в который ты приехал поступать университете есть один преподаватель естественных наук его звук бартоломеус декстра это декстра хоть уже и старик да и старым взглядом себя сдерживает он готов пойти на все чтобы заниматься наукой добывать новые знания как ты знаешь преподавать университете могут только дворяне у втором поколении так вот декстра просто линии он подделал дворянскую гранту чтобы попасть университета недавно об этом мане узнала тайна канцелярия теперь за подлог декстра грозит истинная смерть но скажи мне разве может ли дышать человек из всех жизни только за то что он стремится дать людям знания разве справедливо как а разве то что ты всего лишь родился не в том сословии нет это подлости мирности я не допущу этого ученого уже спасти но я не хочу подвергать никого опасности поэтому мне нужна твоя потому что ты из богатой семьи уже почти к верению ты не вызовешь подозрений типа можешь мне тайно вывести декстру из города никто ничего не узнает а ученый будет жить и продолжать свои средние деньги подачи от тайной канцелярии я могу на тебя рассчитывать говно вопрос деньги за ваши деньги любой каприз неожиданное предложение софьи говно вопрос деньги за сетей да поможет ты обещаешь помочь софии бартона из детства не заслужил такую часть его необходимо вести из столицы и а в деле я знал что тебя можно положиться тогда вперед нам может действовать арестовать без там должно уже завтра вот и варится прийти к нему как только стемнеть доставить уроки поступать так что ты не вызовешь подозрение объяснить если что тебя отправила я выйти через заднюю дверь по двору подъедет карета вводится он подознак кухня как салам вас повезут к южным воротам там ты не подведи если карета вдруг остановит когда отъедете от города дестру заберу в другую повозку а ты сможешь вернуться назад и встречать ее на площади величия ты киваешь руки начинает подрагивать ты пойдешь против решения тайной канцелярии поможешь человеку избежать оказания выставить против дела ему не постижим то умеет эту делай до одно место блюдо тебе открывает пожилой господин его лицо все морщины я что-то попустил да затопление темноты ты покидаешь гостиницу идешь быстро то и дело глядывая за спину разрывчивать дом ученого бартона из судьи экстра тебе открывает пожилой господин его лицо все морщинах плечи согнуты но взгляд живой проницательный после долгого молчания потом декса спрашивает зачем ты пожаловал учиться учиться профессор так секундочку перерыв и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ладно, пардон, остановились, мы до Dexter, да, пришли, он спросил, зачем ты пришел, Так, ты отвечаешь, что тебе нужны уроки для поступления в университет, Dexter кивает и приглашает тебя выйти, убедившись, что вы одни, ты быстро шепчешь Дексте, что завтра за ним придут из тайных канцелярия, и если он не хочет истинной смерти, ему нужно медленно готовиться к Владиду, Dexter замирает, затем Паврасик тебе спрашивает, почему за ним должна придти тайная канцелярия, откуда ты это знаешь, ты отвечаешь, я прислал Софья, она же устраивает этот побег, а причина подделка дворянской грамоты, После как преподаватель слышит имя Софья, он успокаивается и отправляется собирать вещи, ты рассеянно наблюдаешь за ним, отмечаешь, что ученые живут очень аскетично, но в сборы уходят совсем немного времени В водоросе слышится тихий цух и попут, вы с десерой осторожно следите в задний двор, а в карете слышится негромкое пуханье, вы следитесь Полезы стучат по мостовой, в карете висит напряженное молчание, ученый нервно перебирает пальцами На окне кареты проплывают огромные городские ворота, карета уже почти выехала за пределы города Как вдруг вы слышите громкое стой, водница послушно останавливает карету К вам приближается двое городских жандармов Прежде чем жандар не успевает заглянуть карета, ты с готовностью сам выходишь им навстречу Они оглядывают тебя и спрашивают, куда ты направляешься в столь поздний час Ты объясняешь, что ты сын судьи из Манты, будущий студент, который желает навестить по месте одного из своих новых приятелей Управляешь имя дворяйского сына, с которым недавно встретил знакомство Задали, не смею я, далее тебя задерживайте, желаю тебе приятной прогулки На такте за городом встречает крестьянская полоска, дальше Декстер поедет в ней Искать себе укрытие подальше от столетия, на прощание ученый, кладете руку на плечи и говорит Вы совершили поистине отважный поступок, молодой человек Возвращение в город проходит спокойно Площадь величия, на лавочке у фонаря ты находишь Софью, она погружена в тени какого-то трактата Завидев тебя, Софья закрывает книгу и протягивает тебе руку Ну так, все прошло по папу Ты киваешь Тогда мы заслужили отдых Идем Вы гуляете, петляя по ушкам улочкам Наконец, есть время, чтобы расспросить Софью, что с ней случилось за эти два года Как ты с девушкой, служанкой, она подавшись мятежностью В ответ Софья грустно улыбается Ты сам видел, что я не простой человек Когда я бежал из кинезоки, меня настигла инквизиция Я попал в страшное место Долг смирения Меня надели ошейник Знаешь, что это такое, лишиться воли, потерять все, что делает тебя тобой Софья расстегивается в высокий воротник Моя кожа отмитняла к ошейникам Говорят, такой шрам не исчезает даже после малой смерти Но мне повезло, меня спас Патриарх и Диамант Я маг забрал меня из дома смирения Вместе с другими магами и снял ошейник Он взял меня в свою свиту Он учил меня, что у делов нет Что я такая не потому, что я вот А потому, что такова моя суть И такой любой другой И как любой другой Я могу найти свою дорогу к бледнецам А потом меня забрали Нет Я ушла сама Я нашла свое дело Защать простых людей от гнета дворян Помогать те Кому так же не повезло, какими мне Бороться за другой мир За мир, в котором у всех будут равные права В котором магов не будут решать волю Только потому, что они родились такими В котором просто люди не перестанут быть грязью под ногами дворян Да, это мечта И мы еще так далеки от этого Но я буду идти к этой мечте И не остановлюсь ни перед чем Софья на миг странно искажается Но она будто стряхивает себе это выражение Вы продолжаете прогулку, пока снова не оказываетесь у твоей гостейцы Восстанавливаетесь друг напротив друга Софья друг быстро обнимает тебя На миг она замирает в твоих объятиях и шепчет Ты соединяйся ко мне Вместе мы шаг за шагом превратим себя в настоящую силу Я знаю, что ты приехал сюда искать свой путь Но я не верю, что ты готов всю жизнь следовать чужим порядком, чужую воду Мой путь опасный, почти безнадежный Но зато ради него стоит жить Подумай об этом и прощай И Софья так же быстро отстраняется от тебя Я исчезаю точно этому Ты возвращаешься к нему Усталый после всех Сегодня это приключение Уже все это просто только за один день Тот день я запомнил навсегда Ведь тогда я выбрал путь По которому шел всю оставшуюся жизнь Что за день я тут запомнил? Последние дни перед экзаменом имперский университет История права богословия Ты без конца читаешь и перечитываешь книги Которую взял с собой Посещаешь столичный университет Остаешься порой до самого закрытия Чем ближе день займ Чем ближе день займ Тем тяжелее тебе Унимать дрожь в руках И вот этот день Остается Что-то блять серьезный день Да там Сказали будет На небе На небе Ты облачаешься Свой лучший костюм Серый комзон И бархатные штаны Тюорты Также не забываешь Про трусы в горошек Тщательно причесываешься Очищаешь сапоги Одеваешь носки И покинув гостиницу Направляешься к площади имперского университета С каждым шагом Многие становятся все тяжелее Волнение от того Что сегодня решится Ты будешь вернет тебя на части На кости величества Похоже на замки Все то вне совесть 150 человек Такие же какие-то юноши Из-за жидкостей Крещенской семьи Все они ждут Когда откроются Движущие университеты Время тянется до Наконец двери Отворяются Из них Чином выходит Человек Профессорской маме Это сам ректор Университета Будущие студенты Замолкают Ректор готовится Продвести приветственную речь Но чешину На площади нарушает Тяжелый поступ И бряться не в доспехах К университету Выходит отряд воинов Под стандартом С золотыми колоссами Командует Отрядом Офицеры Аркны И дворянское Уплощение В провинции Мония Но почему они здесь Монийские дворяне Берут здание Университета В кольцо Молча и четко Каждый воин занимает Своё место в цепи Предводитель воинства Аркны Облаченный В старинный доспех Своими руками Кладил засов На массивные двери Университета Затем Он Выходит на ступени Язычным голосом Обращается К толпе Простолюдини Перед Вами Георит Радамон Рогов Герцог Моний Свою волю Я закрываю На тетях И отменяю Сегодняшний экзамен Ваше низкое происхождение Делает Вас Недостойным И высокой чести Служить империи Это право Должно Принадлежать Лишь поотонственным Дворянам Меча Университет Запятнал Себя Это место Плодит Лжедворян В чьих жилах Ни капли Благородной крови Вы Подлое Сословие Забыли Своё место А вам Потакают Предательные Империи Вроде Корнелия Темписта Которые Искажают Дворянство Ради Своих Мелких Интересов Откуда У вас Возьмется Дворянский Удел Я не позволю Более Расшатывать Полят Империи Займитесь Тем Чем Занимаются Ваши Пошите Поля Чините Сапоги Работайте Страдать Таков Ваш Удел А если Кто-то Сделать Шаг Он Будет Убить На месте Будущие Студенты Ошеломленно Молчат Известия Неожиданного Появления Закрытие Университета Распространяется По Улицам Со Скоростью Пожара И Толпа На площади Начинает Разрастаться К ней Присоединяются Студенты Университета Другие Простроительные Чиновники Заработавшие Суправно-отворянским делом Вокруг Поднимается Волнение Многие Призывают Пойти Против Войск Герцога Монорога Захватить Университет И защитить Свои права На дворянство Это право Дал нам Сам Император Мы должны Бороться За него Именно В этот момент Решается Встретите ли вы Право На дворянство Старое Сократия Бросает вам Вызов Примите ли вы его Так как герцога Действовать Незаконно И бесчестно Это способы Указать на деле Что вы заслужите Дворянскую делу Для этого Нужно Прорваться На университет И занятия Дворяне Не посмеют Тронуть вас Если вы будете Тверды В своем праве Если ты готов И уснуть И отреевать Себе право На дворянство Продолжают Пребывают люди И среди них Видны ученики Наставники Духовной семинарии Священники Не могут оставаться Сторонниками Когда идет Вражда Между сусловием Наставники Велят своим ученикам Ставить между Дворянами Для плачения И разбушевавшейся Толпой Священники Обращаются К воинам Дворянам Своими речами Они пытаются Ублечь Каждое Зарушение Божественного Порядка Помните Если останетесь Иначе Империя Ждет Днем Богов Слова Днем Богов Техом Отдаются В твоей голове Бушующая толпа Исчезает И вместо нее Перед глазами Является Видение Днем Бога Реки 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 Выходят Из берегов Их воду Тушат Вселенский Пожар Однако Ты видишь На иссушенной Огневой площади Уже Ничего Ничего Не вырастет Ты Приходишь Себе Видение Данное Богами Рвется Тебе Тебе Чтобы Ты Поведал О Нем Миру Но Говорит С Богами И Передавайте Это знание Другим Делал Священнику Держишь ли ты себя Или Пойдешь Дорогу Открывают Тебе Близнецы Резкий Толчок Спину Помогает Опомнить Отведение Ты Оборачиваешься Сквозь Толпы Ну Какой закон Право на обучение Это лишь Квозь Которую Нам Бросили Хозяев Твои Господа Заберут У тебя Все Назад Как только Им Понавился Стала Пора Решить С кем Ты Ты Безудельный Мы Не Будем Мириться С Этим Строем Пойдешь С нами Или Будешь Подчиняться Дальше Там Это Заперка Студент Профессор С Сколько Монорок Собирать Сжать Нужно Пропустите Безудельного Глава Софья Готовься Пробраться Через Сцепление Чтобы Ввести Тех Кто Казался Затем Затем Слова Священников Понятно Университет Твоя Одинственная Дорога К Дворянству Теперь Только Ты Можешь Пробить Путь Университет И Вернуть Законное Право Какие Должно Истинно Двореньево Но Это Глава Еще Стучится День Днева Богов Она Ведет Тебя Другому Путин Священники Проповерили То Что Тебе Проповерили Что Тебе Проповерили Софья Общество Безудея Жду Что Ты Приседической Борьбе Отверни Старые Порядки Брось Вечная Тебя Могут Если Сейчас Решается По Клопу Тебя 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 Собирая Тебя 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 Цвет Тебя 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 Берешься за делом Ты выходишь вперед и сообщаешь, что вы пришли обучаться в университет, и это право отдануло вам самим императором. Вы исполняете имперский закон, а если дворя не посмеют остановить вас силой, то пойдут против воли самого императора Уттера II Темпеста. Второе, что срабатываете? В церкви входит все вмешательство вашего напора. В дворянское оплачение не решается пустить какое-то оружие. Воспользуясь этим, по твоей команде, вы резко наваливаетесь в одно место оцепления, пробиваете его и прорываете к воротам с этого образующихся дверей, и за вами тут же рвутся стены. Но они перестраиваются, и у них все же устаёт, и удаётся станет клапановую уже внутрь. Вы пустын баррикадируете ворота, вам это очень обижать спектакль, это страшно, не пустын, это объясняющая задача – подтащить все, что можно, чтобы закрыть дверь, и, воп-не иначе, ворвутся войско-молго, и же близнецам, видно, что будет дальше, весь ход обрастает баррикадами. Однако снаружи снова затеще, через открытое окно вы услышите приказы генцера Монга, он заново строит уцепление, ведёт на задание в засаду. Вместе с атрудетом и профессором университета, ты выходишь на балкон для переговоров. Покиньте издание и сдавайтесь, я одесен для казни и убийств моего войска, и не причините вреда, тебе порядочнее подано. Среднажение Монга встречает свистые детские вывики, на балкон выходит сам ректор университета, он ссылается на то, что университет открыт по решению императорской семьи, ректор не станет нарушать распоряжение великих аркнов темпестов. Осада университета продолжается, оцепление остаётся на своих местах, но к штурму никто не готовится. На площади я могу пойти с теми, которые не родословные, с просто ледяными, мог бы пойти, но я не пошёл с ними, не пошёл потому, что фактически я не знаю, что будет впереди, но, возможно, это заденет мою семью, братишку, брата, сестру, мать, отца, не знаю, заденет это и не заденет. Я думаю, нужно прорваться, вот я решил, что я буду этим, я им стану и всё потом изменю, если получится потом изменить. Так что пока так. Можно подняться вверх, чтоб что-то изменить, а не уйти вниз, чтоб потом всё сломать. Остаток дня и всю ночь вы удерживаете университет в своих руках. На рассвете следующего дня на площади прибывает глашатай с письмом императора. Император выражает… Я ей не спорю. Конечно, просто люди нам будем помогать, но кто узнает, что, может быть, потом. Император выражает радость от визита герцога Малгос в столице. Он требует, чтобы малининское оплачение покинуло площадь, не мешало началу занятий на университете. Университет и праздник победы в этой веке Иканской Корнелии Компису Горю, императора своего брата, наверное, на великолепного народа. Хотя герцог Мони – самый обычный феодал империи, он им может оружие прямой приказ императора, но без вашего правила университет бы не продержался целую сутки. Кто знает, какова была бы его дальнейшая особая важная роль в этом создавал твой отчаянный план. Вы, простудили, и настояли свое право учиться и заслуживать дворянские дела. Университет снова открыт и назначен в этом новая взаима. На этот раз в тебе нет волнения. Воспитанник, индийцы, нетя школы, дворянские поступки привести в свой ходик. Ты легко отвечаешь на себя просто экзаменаторы, порядок, назначение на месте как провинции 5 великих арктийских родов и право сословия на собственность. Несколько часов спустя, собравшимся и в ступени молодые университетов, чтобы засчитать список клиентов на обучение. Твоя фамилия называют в числе первых. Ретро отметит твои заслуги при защите университета. Будущий импирь за таким, как вы, господин Брант, говорит он. Площадь перед университетом заливает солнце. Затерни, оно светит ласковее и мягче, чем в анизоте. Ты спускаешься по ступеням, глядя на блеск сияющего столпа в небе. Ты принадлежишь к семье Бранты. Ты третий по роду судья. Ты войдешь в дворянскую реку крови. Ты заявил свое право на новый удел. Нужно написать письмо отцу. Он будет вот тобой. Путь дворянина. Событие произошло. Так, секундочку. Вот. Вот я выбрал, да? Потом отличная жизнь. Я еще не смогу выбрать путь безудельного, а я же не выбрал этот путь. А сейчас у меня возможно же не встречу. Так, да и проверю это. О-о-о. Так, ты возвращайся в Касин, чтобы забрать свои вещи. Продолжение следует... 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 Сын, я горд тобой, уверен, что тобой гордился и твой дед. Да нахрен мне нужно, пень, блять, хуйню всякую ночь. Ты продолжил путь нашей семьи дворян-суныча и будешь отличным в судьбе. Я не сомневаюсь ни в твоем уме, ни в твоей воле. Ты принесешь славу нашей семье, до поздравления отца следует послание от Стефана. Поздравляю брат, ты уже достиг многого, о чем простые люди могут только мечтать. Благодаря отца и деда, что дали тебе такой шанс, но ты сам достойно себя показал. Когда ты получишь новое дело, мы с тобой наконец можем быть наравне. Следуя небольшие поздравления матушки и Натана, я вижу, как рад и горд отец, ты сделал бесценный подарок. Это тот путь, которому ты ему обязан. Скажай только, что ты так и не задумался о семинах, и ты мог посвятить свою жизнь в служение не только имени, но и нашим богам. Ты так долго шел к этому. Просмотришь несколько дней после поступления в университет, ты едва успеваешь поступить к занятиям, как студентам сообщает невероятную новость. Корнавитер, то есть великий кассер и младший брат императора, каждый год оказывает всем будущим дворянам мантии честь и устраивает бал в маскарад своем летнем дворце. преподаватели увелят вам выглядеть достойным, вести себе подобающую и горящую репутацию университета. Он объясняет, как будет проходить бал. Каждый присутствующий должен словно и делом проявить себя перед взглядами представителей великих армейских родов. От вас требуется не только достойно представить университет, но и не уронить честь родных провинций. Ты начинаешь готовиться к событию, заказываешь подобающий шучий костюм с розовой маской к нему, она закрывает только глаза и почти лишена украшения, поступает и не балов. Все утро ты провожишь свои кулки, приводя себе в порядок в соседних поколений, подсказывает тебе, как лучше подколоть манжеты, поставить воротники и уложить волосы. Но штукарет съезжается к литвиному дворцу Корнелия Темпеста. За высокой оградой распнулся цветущий сад. Подъездная дорожка вымощена мраморными плитами. Ты присоединяешься к товарищам по учебе и вступаешь по машинной лестнице к парадным дверям. На фоне всего этого великолепия ваши фигуры кажутся крохотными и нескладными. Распорядитель бала на входе велит всем отправляться к германской провинции. Ты издалека видишь штандарта родной провинции Матра, с беремым древом. Уходящим корнями глубоко в темно-серую почву и герман имперского рода меланидов под ним. Оказано, на балу будут присутствовать не только судьи этой имперской унистетов, а по штандартам вы строились курсанты военной академии, и среди них ты замечаешь старого приятеля Томаса. Завидит тебя, но он расплывается в широкую тупицу вешу знания рядом с другом. Не сомневался, что вижу тебя здесь, дружище. Ну что, поздравляю студент. Я, как видишь, тоже времени зря не терял. Военная академия теперь мне отец и мать. Вдруг мимо вас, подняв голову, проходит высокий акм в тяжелом плаще. Это же Дори Оттон, бывший хозяин Софьи. Освободите дорогу своему военачальнику Савлатня. Последний раз ты видел Оттон далеко от своего дома, рыскающим в поиске своей служанки во дворах Анизоти. Зачас на молодом армии мундир военачальника провинции. Как у судьбы у него в таком виговодстве получил пост главный командующего всеми войсками Магрия? Что случилось? Ты знаешь, кто это? Ты двух словах объясняешь другу, кто перед вами. Улыбка исчезает со солнцем. Других, облеченных властью, представьте, Магрия вы не имеете. Значит, на сегодняшний был главный от вашей провинции, станет как раз Дори Оттон. Другие студенты и курсанты Академии тоже выстраиваются на нем. В самом центре зала стоит группа под синий и серебряный стандарт на столичной крови Аркнии. Многие из них при шпагах, хвариане, меча. Томас смотрит на них с неприкрытой совестью. Полное достоинство кавалеры под знаменем в воплощении провинции и ее древней истории. Именно оттуда видела свое происхождение Аркнии. С Аркнии началась империя, и она останется лишь домином императора. Многие студентов отправились под герб молнии, богатой зимнеидейческой провинции. На нем золотистая полотна с колоссиями. Достаток приехавшихся из Монии молодых людей на лица. Роскошь их нарядов не уступает аркмейцам. От краски они выбрали еще легче. Группа из Лерии самая большая. На них в знамене желтый грифон на ярко-головом фоне. Лерийцы одеты в столь белушке платья. Многие носят перчатки. Почти все эти молодые люди, дети богатых промышленников. Многим на болот неловко окажется. Как будто они готовы хоть сейчас засучить рукава, отправятся помогать родителям. Люди под флагами северных провинций, Фиони, Георги и Константы, стоят вместе. Все три земли управляются императорским родом и темпестом. Хотя все они из зажитых земель. Студенты и курсанты одеты просто и сурово, следуя традициям северных земель. Наконец, самая маленькая группа. Белое полотно и раскрытая книга. Костинья. Водчи народа диамантов. Раскрытую книгу с неволновой верой. Не так давно своим указом добавлено знание в патриарх провинции Диамантов. Почти все в этой группе обмочены в мундиры военной академии, достигнутые на поголо. Никаких украшений и строгой сдержанности. Распорядитель выходит на середину бального зала и объявляет начало танца. Первый танцем будет минуем. По обычаю, каждый год должен принять им участие. Звучит повестение. Курсанты военной академии быстро находят себе даун, принимая планы совершать небольшие шажки вокруг них. Те, опять же, среди представителей магрые, особо выделяются по-отнически тонкие черноволосые дауны, на ней полностью закрывающие лицо, маска ярко-зеленой перми и желтая платья с причудливо изумодленной вышивкой. Ты не верь своим глазам, когда незнакомка приезжает тебе от ее присного взгляда из-под маски и плавной походки. Перехватывая дыхание, дама подходит к тебе легко. Будто вопросительно наклоняет голову на тебя, пронцительно смотрят черные глаза. Недальше ему падение заставляет весь зал вздрогнуть из зверя. Те, оборачиваясь с пола поднимается Томас, лицо того дуга охваченным гневом. Перед ним разрешается отвори отон. Он смотрит на Томас с пременебрежением. Его рука лежит на навершиве шпаги. Никто опустил такого неуклюжего парсюлина, Котору великого канцлера путается под ногами и мешает высокородным господам танцевать. Томас с яростью рвется к коту. Но тут Савдамон держится за спагу. Готовится дать отпор, взорвавшись к курсантке. Если не мешать свою ссорь, то с убитого друга не позареют. Те, время очаровательная аркмейка, Те, отец в происшествии подходит ближе к тебе. Незаколько ждет, что ты забудешь о чудном споре и поддышишь его на танце. Те, время очаровательной аркмейки, Те, время очаровательной аркмейки, Суторзет на лопаю, Суторжет на пуске на пуске, Верно. Вера, вы только забываете. Говорите, что не мешайте под ногами. Те, место и дни. Ах, ты же равно, азита, Миркал детономится и у всех вас не упланишь. Но ты умеешь вести себя. Хороший знак. Ты следишь за ним. Томас выпивает два бокала, действовали на как быстро это вода но ты гораздо лебезить перед артами друг ты меня выучил что и говорит но все равно не будто шаг помоев на голову бы ты отвечаешь что лучше пережить стыд чем затеять драку смогут с арктическим дворянином посреди балла напал на артинг то есть истинной напал на как готовься к истинной смерти томас не ничего не отвечает убивает третий бокал глаза ты замечаешь артинку маски зеленые перемена изящно форсируется но на месте он бы сейчас ты ты отвечаешь лучше пережиться чем затеять драку смогутся все другу на его помощь с баба него год 1130 зима суд на пятью десятки вот и пришел очень год твоя жизнь в столице это рно было заражено долгий процесс начинства так называемый суд на пятью десятки сразу 50 человек обвинены в общем преступлении измена и диаграмм против короны все обвиняем или дети политических ручков обвиняем выступали за ограничение власти дворян и за право для простого сословия никто из них не призывал поставим слов оказалось достаточно судов и допускать все желающих это сделано пока чтобы запугать людей и объективны желания собираться подобные кружки ты посещаешь одно заседание суддателем обвиняемый отправляется на каторжные работы шахтах мага и лидии предводители кружков шестеро мужчин и одна женщина приобрели к истерной смерти торжественная казнь проходит на главной площади Эльтерна ты запомнишь женщин а не чилин она взяла слово перед казнью молодая невысокая лицо можно назвать неприглядным уже скрытый под длинной челкой даже сейчас накажет спокойно не видит что она сейчас навсегда уйдет из мира анисейн оградывается вражься голос у нее не громким то есть ты же близко и слышишь каждые слова они говорят что счастливо умереть богой за права народу что ее дело не умрет только теперь подобные расползутся по подвалам и затаятся чтобы действовать иначе дело правое анисейн натаскивает к остальным надевая танец в мешок а на шее петли скрип рычага резкий рывок все семеро конгульсина дергают ногами далечим безвольно повиснуть по толпе колзут вдохи и недовольные возгласы урок эква роскошный балл с которого началось твое обучение в Ипперском институте сменяется в рутины из длительных занятий под высокими исходами из десятки залов ты вместе с десятками других будущих судей студируешься имперские права законы их тонкости и толкования чем дальше продвигается обучение тем предметы становятся сложнее а профессора требовательнее помимо правовых наук вам положено изучать и другие дисциплины например риторику и прописание судья обязан безукоризма владеть речью как устной таки письменно ты каждый день отмываешь пальцы от синяки чернильных разводов особую строку тебя вызывают уроки фритования твое тело покрыто синяками и ссадинами мышц приятно болеть от напряжением исполнение данной мечты стоит того на конец учебный обращается в короткие дороги в связи с соборами дорогах и развлечения вы встречаетесь с Томасом чтобы осудить как повести время Томас сегодня вечером ты идешь со мной в гости к нашему наставнику парону Эль Крула никаких отговоров пора тебе что-то узнать о военной деле твой друг выглядит очень хитрым и доволен ты со вздохом меняешь ученический кафран с объемом университета на выходной черту не подавшись за другом вы с Томасом пишите в двухэтажном каменном доме в одном из дворянских кварталов столетий в закрытых ходах дает вносится шум голосов гостиная бьется меньше двух десятков молодых людей подавляющего шестого курсанта военной академии в кресле посреди комнаты с трубкой в руке сидит господин фонда офицера имперского легиона из-под черной гривы волос на собачься глядят большие очень внимательные глаза ярким тихом барон Эль Круе приветствует вас приглашает присоединиться к слушателям а затем поздравить свою речь собравшись и посетительным вниманием слава барона Гутель Эль Кюе итак молодые люди я заявляю что время когда в воинской чести перья безраздельно принадлежащая аквилийским угодам ушло в горении люди уже давно не уступают аркам своих услуг и императорам а Аркни тем временем продолжая жить будто их происхождение важнее чести службы трону посмотрите хотя бы на древний род меланидов герцогов магры когда-то их глава чар меланид восстал против власти темпистов и веры бредницов истощил собственные зелья обрек на гибель тысячи людей но меланиды и по сей день правят магой как ни в чем не бывало тут Эль Кроя у кого усмехается сейчас ёши я проверяю ваше стратегическое мышление но сначала стоит подробно вспомнить о восстании чара меланда как ни странно ему и мы должны быть благодарны ведь он первым приблизил к себе людей и сделал их дворянам неслыханная дерзость но благодаря ней мятежный герцог получил невероятную поддержку своей провинции он не побоялся рискнуть своей репутацией и титул ради того чтобы укрепить свою власть за счет людей никто прежде не сомневался о властью арков и темпистов восстание чара меланидов чрезвенела люди стали частью дворянского сословия и коснулись к власти которая раньше принадлежала только арку и сейчас большинство дворян империи это люди не так ли нас в десятки раз больше чем представители аркминских родов и так у чара меланидов в руках была полная власть над землями магрой явно среди провинции которого присудил дворянца также на его стороне были маги которые бежали они зоти со всех концов империи скрываться церкви у герцога магрия были все шансы на победу если бы не два момента во-первых заклятие истепилившее всю провинцию да но сною имперские легионы но ее настроили магрия против чара меланидов а во-вторых удар который навесли герцогу с ученики-близнецов потеряв мужество творить магия чар меланид лишился своей главной силы многие бежали но как вам известно войско империи еще месяц осаждали дворец амизоки после восстания магрия в империи многое изменилось но главное что люди с закона обрели право на дворянское сословие и замечу что в получении этого звания опирались не на имя семьи а на собственные знания и таланты так вот юноши история это не только память о прошлом но и уроки для будущего хочу дать вам задание как бы вы поступили на месте имперских статей как бы боролись с таким могучим врагом как чар меланид как у вас кинутся крысы на тянься трюбкой кусаты пускаются в усуждение кто-то из них возвращал мнение эльклу о том что люди возвышались именно через служение безумно чарам меланиды кто-то спорить было ли правильно осаждать дворец в низоке или же нужно было пойти на что начинает изучать предложение одними барон эльклу смехается с другими позволяется поспорить речь идет об истории то родного города анизотик как тут промолчать как бы поступил ты если бы тебе доверили командование тверскими легионами признание восстанию могли позволит вылить твесном дисциплиде чудеса без лицов решающий милость для основной силы магии ставка на дисциплине и долгие силами идущие на что длительные осады и подрывные действия измеряющие двух противников какую здесь ты не подключил из нас сада ты вызываешься третью трекуя нужно было измерять анизотик держать в том классаде пока сидящий внутри воска не будет выжать открыть ворота землемаги уже были неспособны прокормить воска чара меланидом а запасы рано или поздно прошли бы к концу внимательно за эльклора пристально изучают тебя бранты отчасти я согласен с вами в этом случае имперские оса потеряли бы меньше людей и замок он затем не был бы разрушен однако вы не ловили другую мою мысль даже истощенные несущие потери взятки до саду сторонники меланидов продолжали собраться конечно некоторые бежали но те кто защищал город и замок даже после прорыва имперских войск были верны своим господинам до конца раньше только арк не могли носить оружие и воевать теперь не могут делать заслуживающие кого люди такие как мы с вами а империя только окрепнут за счет новой крови военных и чиновников люди теперь могут судить править творить бунт чара меланиды сколь бы они не был ужасен открыл новые дороги для нас с вами а что следует вынести из этой истории победу чарам меланидов одержали не священники с их милетий даже не дворянские ополчения собранных герцогами провинции победа была одержана имперским регионами армией с единым строем подчинению став дисциплинированные верные императору барон переводит взгляд с тебя на остальные собачьи но после твоей попытки никто не горит желанием спориться по нему вечер продолжается рассказывается в поле сражения как же следующая байка эль-куда звучит еще поразительнее больше не находясь под пульсами взглядом барона ты вместе с толстым прочим кусателем подтягиваешь виной и слушаешь его историю коллеги ты возвращаюсь за помочь речь эль-круал станет чарами глубокие следствия памяти мятежный герцог проиграл свой воиндом мог как сильно он изменил положение людей еще империя 2130 лета письма из дома порой тебе приходят письма семьи отец пишет очень сдержанного сыну о делах и событиях магия семье он сказывает редко но вы что смог научить стефана вести семейные дела твой старший брат единственное ведет себя на все эти рауты приема которые мы устраиваем у него же появились важные знакомства говори насчет старшего брата всем другой меня напишешь пусть техно все больше обращается в подобии деда техно очень похож на деда в манерами на санке волос он даже одевается старый раньше бусану просто холодно старался месяца на разговаривать а теперь не знаю куда деться ли его постоянно придерживая к кому все время помутает но обращается вон как со служанкой наканно кончик школу собраны трудно об этом ты узнаешь из писем которые присылают матушка чай ты значит у этого нет ни одного из них талантов недавно он заявил что не будет пытаться попасть на учебу в столице он так все равно не сможет сдать взаиме одно мне утешение вчера что мы проводим на миссии за священным писанием и пробудки краного бога в которых он всегда сопровождает меня матушке ее здоровье одно и то же сообщает младший брат и сестра мать все чаще запирается в своих похоях и грустить горе старается не выпускать ее из дома в демоочестве она там пишет что часто слышит по ночам ее шаги по коридору чем-то рассказывать тебе частых сорок между Стефаном и горе старается задеть горе а она отвечает ему тем же Стефаном а вызывает ее жалко последним кем-то молчать новые письма с печатью родной провинцией всегда называют трепет эта семья и далеко ваша свея остается прочно связана чего-то я считаю чем-то всем пить и на ходу пизды да и ради от тебя как и все будущие будущее судьи отправляют учиться под наставничеством опыта судьи в столичном префектуре ты даже под начало пожилой суде гордиле дворянина мантии он постоянно напоминает тебе какая большая честь учиться у старого опытного чиновника старший судья отдает тебе на рассмотрение свои мелкие дела и с удовольствием свой вечерний пост вечер кабинет погружается в сумерки остервение заполняешь бумаги за селочный день мелкая кража посудим на герзю дворянин меча штраф для родителей чьи дети ставят стену имперского учреждения похабанными сумками его хоть пустячно но самое стоящее подначательно сверяешь жалу слова а обвиняем в свидетельствующих двери кабинета распакеты жандарм так тебе девицу за ваша пати с блесками и золотистые волосы распущенные губы глаза ярко на качестве какие-то будет собой в домах терпимости и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Новый намесик нашей Магры, между прочим. Видно, старый арт, и хотят его убрать подальше от трона, как его другого брата Корнелия. Слишком много свобод они обещают простым людям вроде нас с тобой. Долгие годы принцем Джерия, но вы студент университета, курсанты военной академии, словно делом доказываете, что империя может положиться на вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok теперь сам мир да потом восстание вот ну вот и все всем спасибо всем пока